Готовность инфекционных госпиталей края к возможному увеличению числа пациентов оценили заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов и исполняющий обязанности министра здравоохранения Юрий Бойченко. В минувшую субботу они побывали в основных инфекционных госпиталях, в которых планируется увеличить коечный фонд на случай поступления пациентов с новым штаммом коронавируса «Омикрон». На Дальнем Востоке первые случаи инфицирования новым штаммом были зафиксированы в Амурской области. По прогнозам инфекционистов, у Хабаровского края есть около двух недель на то, чтобы подготовить мощности медицинских организаций к новой волне коронавируса. В инфекционном отделении Хабаровской городской больницы имени Война-Ясенецкого Евгений Никонов поручил в ближайшее время увеличить как общий коечный фонд до 600 коекомест, так и количество мест в реанимации. Сейчас инфекционное отделение больницы загружено на 63%. На сегодняшний день всего в крае задействовано 2571 лечебное место для ковидных пациентов. Максимальное количество коек было развернуто в крае во вторую волну – 3300. При этом запас еще оставался. В случае необходимости наши больницы готовы развернуть порядка 4000 таких лечебных мест. То есть, та задача, которую нам поставил Минздрав России по увеличению коечного фонда на 20-25% от максимума, выполнима. В целом, система готова к возможному увеличению числа заболевших. У нас достаточное количество СКТ-центров. В ближайшее время еще один амбулаторный центр будет открыт на базе краевой больницы имени Сергеева, рассказал Евгений Никонов. Во время посещения инфекционных госпиталей зампредправительства и министр здравоохранения края оценили запасы лекарных препаратов, кислорода, наличие аппаратов искусственной вентиляции легких. Вопросов к обеспеченности больницы не возникло. Врачи отметили, что в реанимацию сегодня в основном попадают те пациенты, которые не были вакцинированы. К сожалению, это уже доказанный факт. Непривитые люди в разы тяжелее переносят коронавирус. Мы посетили красную зону инфекционного госпиталя в Хабаровске. Ни один из пациентов реанимации, подключенных к аппаратам ИВЛ, не был вакцинирован, рассказал Евгений Никонов. Новый штамм коронавируса Omicron станет основным в развитии пятой волны распространения опасной инфекции. Как ранее заявлял министр здравоохранения России Михаил Мурашко, это станет серьезным испытанием как для амбулаторно-поликлинического звена, так и для госпиталей. Заражаемость Omicron в пять раз выше, чем у Дельты. Еще одна особенность – высокая заболеваемость среди детей. По поручению правительства региона амбулаторно-поликлиническое звено уже сейчас перешло на усиленный режим. Дополнительные детские места для ковидных пациентов разворачиваются в детском клиническом центре медицинской реабилитации «Амурский». В ближайшие дни персонал всех медицинских организаций и социальных учреждений в обязательном порядке должен пройти ревакцинацию.